несчастные мои хорошо себе муж с утра им сыпанул это вот все тот день когда я милану больницу сдала сыпанул сено воды оттащил этот сено ты вчера приносила я говорю нет ну куда если мы рано утром это подскакиваем с миланы по больницам про этих я вообще забыла ты куда перепрыгнул чего прыгаете у вас конечно же все пусто ребята у вас все пусто утки так пух дерут видите еще не несутся у меня допустим утки поздно начинает не стесня в мая аж ну потому что у нас климат такой у нас в принципе снег только должен был таять в апреле они в марте как в этом году в этом году ранее весна усилий какой красавчик стал какой он здоровенный ты как бегемот ты чё такой здоровый стала красавчик я говоришь на ругаешь да ругаешь чтобы я быстрее воды принесла вам да слава богу хоть живы нет я же им насыпаю еды воды и на два дня им хватает то есть как бы я не то что прям неделю назад у них было да и уточка вот моя красивая который мне очень нравится ты красавчик ты красавчик как бы у меня прям рано они никогда не начинают нестись мускусные все естественно уже там какая птица есть они к этому сроку уже все давно занесутся а вот мускусные нет поэтому пух то пух они дерут ну не дерут он у них сам сыпется это как бы говорит о том что они хотят они не линяют а хотят садиться в гнезда только яиц еще нет дай значит скоро и яйцекладка начнется да девочки воды и еды замечательно столько ходила столько всего говорила камера не включенная оказалась замечательно налила налила пошла зерна насыпала пока не несутся утки индюки на зерне они у меня зимуют а так начинает нестись тогда уже комбикорм зерно у них там есть еще осталось зерно у них вода кончилась иду иду идешь к себе кстати водка за это с отсушим выменем туда пока не буду заходить выми разгладилась от хуже не отсохшая это вот эти вот горы от кормушки очищали возле кормушки слой уже большой и вон там половину только вот где козы стоят очистили а там видите нет и пока сюда бросают на середину ребята потом вот здесь вот открывают тележку не тележку этот наполняют и увозят а бросают пока вот здесь вот вот эту кучу здесь бы нужно уже все выгребать все уже видите какая весна уже такая весна когда везде по городу субботники а я эти дни сначала недели у нас с миланой до этого немножко я уже стало плохо становиться а прям вот эти вот все дни я с миланой и ну вообще не до убора просто физически нас не было да и морально как бы но надо заняться очень хочется здесь как-то привести в порядок еще принесла воды им зашла смотрю а здесь варишь они все сделали ах вы такие вылили вон там себе озеро сделали а перевернули наверно вот в эту вот которая это была такая казан сковородка не знаю в теплице стояла все время не переворачивали никогда это наверно перевернули ну очевидно да раз столько развили ладно ну тут это пустая кормушка поилка еще налью то не на и не наливала надобности такой просто не было им хватало этой воды прям не голодают они дает я просто эти дни я говорю все таки я люблю вот у меня с годами я уже поняла пробовали много разной птицы класс индикицы сарки индики тоже мне очень нравится но я говорила меня там осталась одна индюшка вот когда вы посмотрите благодать то какая я ее я ее рубану сейчас нужно мяско будет всем и ребятам на соревнования перед соревнованиями там кому вес сбрасывать милане нужно нежирная а ну вот понятно вот это конина залазит сюда и и на себя этот тазик выливает только что он так сделал ой 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 радости гляньте 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 вот видно на как все рады только чашки эти я как из теплицы перенесла сейчас здесь воду у нас откроют в грязи все вот и сюда подключат сюда я не виду к птицам к выгулу у нас здесь есть вода уже будет легче и лучше не из дома пока до сих пор из дома таскаем ты смотри ты смотри на него я знаю кирпичи ты там когда тазики все это но как бы нам не надо было это раньше потому что они никогда не переворачивали это никогда они никогда и здоровые не были это ведь к ним какая вымахала весь разлохматился посмотреть какая посмотрите как балдеет это нравится видала тоже идешь давай сейчас вам еще туда налью а она конечно этот конь плескается а вам не дает до уточки все сторону отошли вот пришлось оставить черную одну ой нашла нашла воды ага глянь в ведре ну что делать селезни я вырубила черных я говорил мне не нравится черный не хочу черных сегодня красота 7 1 день солнышко а то холодно то дождей были то просто вообще холл серо темно вообще а муж потому и был может быть мне три уточки хватит мне не надо прям много чтобы они меня заваливали яйцами утятами ой смотри своей прическа какая смаринь него ой вы всем балдеете ребята ну рада я за вас здорово да когда всем приятно ах ты сейчас бы слетать туда-сюда до над деревней а тут а тут давай на лету давайте вам это налью а то он так и будет разливать не буду уже не понесу сейчас домой потом все отмоется воду включим что сюда идешь иди там плескайся о вам тут вообще дня на четыре хватит еды воды могу к вам не приходить здесь поровняйтесь уклон идет чтобы не выливалось что сюда пришел там накупался мне допустим даже если я две я двоих уточек оставляла последние годы даже если их двигают яйца это будет полно они несутся каждый день редко когда когда у них выходной кто-нибудь там она себе сделает в том-то и дело что они едят мало несутся они хорошо каждый день то есть ну допустим сделает яйцекладка сколько около 20 из каждой нанесет потом она хочет садиться но я забираю яйца каждый день вот потом они естественно как бы у них как предусмотрена природа что она сядет на эти яйца да и несколько там недельку-две будет перерыв она не будет нестись я забираю яйца то есть я и садится тоже не даю потому что мне не надо чтобы они высиживали высиживали вот а сейчас их 4 так что 2 2 уточки это тоже прям вполне мне мне не нужны стада потому что когда это они большие немного едят а когда подростки любая птица вообще просто любая индики да да простые куры доминанты не так жрут те же утята когда они растут когда интенсивный рост идет они очень много едят вот тут держись тут столько комбикорма надо ой это я сейчас им нужно всего в день меньше вот такого полу половинку пол ведерочки меньше даже может половинка половинка вот вот на всю эту толпу они мало едят а сейчас уже могу себе позволить нанесут они 2 2 допустим какие-нибудь пускайся до чтобы в инкубатор не класть яйца инкубатор у меня плохой плохо уже аутиной так это вообще плохо прям вообще а двоих оставить двое пускай несутся двое пускай сидят не несутся вполне мне не мне не нужно столько яйца а так я обычно из под них выгребаю выгребаю и не даю им садиться потому что не всегда нужны утята да ой я стояла возле вас стояла так приятно сегодня да но пойду в сарай до кур дойдут уже время после обеда куром даже не насыпала но очень я была в таком в эмоциональном подавленном состоянии из-за милана я вот сегодня даже вчерашнем видео я вам говорила рассказывала как у нас все это было а так это тот же день вот сейчас это все тот же день я прям сидела разговаривала сидела не ходила не стояла когда разговаривала сняла снимала видео и у меня прям прям вот так вот все кругами вообще я уж выключила телефон пошла чай попила и легла спать обычно я днем я не могу спать а сейчас я обрубилась я просто обрубилась и милана звонит мам придешь кормят так плохо там принести что ей ну понемножку там сачок булочки какие-нибудь а там диета я говорю милана ну пойми ну не все тебе можно но не жалко же да я вообще рассчитывала я ее с утра ну как с утра поздно получилось приемном покое народу пока наша врач пришла еще пятница у них пятиминутку по пятницам то есть уже задержалась чтобы с утра всех с 8 бы оформила вот сидела и мы сидели мы там часа полтора час полтора да кстати сидела с нами девочка сначала сижу такая смотрю просто в лес и же не будешь вот так не не рассматриваешь просто сидишь когда час уже начинаешь туда-сюда смотреть смотрю какие-то кроссовки испачканные штаны такие прям как грязные начала такая мысль думаю не видела в лицо кто со мной рядом сидит думаю как и может алкашка но мало никого притащили сюда а потом так взгляд на поворачивание девочка ну может как милана просто покрупнее ну тринадцать пятнадцать лет а там может двенадцать пятнадцать и смотрю лицо не побито сначала думал подралась ли может с утра где-нибудь ее нашли а у нее прям как сказать не раны а прям по асфальту как будто ее протащили прям вот как раз эта сторона которая ко мне была и потом смотрю женщина все ходит ходит рядом от ее мама оказалась а приемном покое уже стали звонить милицию вызывать наезд на пешехода представляете девочка бедный ребенок возле магазина с какой стук у скорости он уже там газовал что сбил да прям так серьезно ну не просто сбил там на ногу наехал а что прямо на ну по одежде и видно ее протащил нирваная слава богу на куртка грязные штаны и на сидит такая тихая мама подходит все спрашивает как себя чувствую что она хорошо хорошо все-таки шок для ребенка и парень смотри какой с ними ходит думаю тоже родственника нет милиция потом пришла это оказался водитель парень молодой ну там я не знаю может ли 20 может прямо с чем-то они сначала а вы кто а он я водитель а его уже хорошо что типа а я думала они сидят я думаю паразит сбил и уехал я вот так считала это парень оказывается он он их и привез сразу ну получилось так ну не досмотрел но тут молодой старый неважно водители опытные будут выезжать паразиты блин разобьют соседнюю машину и поедут скроются вот а это молодец мальчик что ну хорошо поступил другие могли бы опытные и свалить уже давно а этот прям самых и привез ничего не поделаешь уже надо будет отвечать а может быть как то я не знаю слава богу с этим не сталкивалась может быть как-то не будет ему наказание дай ну если мало и может быть решат все мирным путем ну в таком случае я считаю но я считаю подробности не знаю как бы злиться здесь ну то что не заметил бывает одно дело когда прям тупо прет до никого не уважают никого не пропускает это одно бывает ну блин ну мало ли что вот да вот что было с ним в этот момент ну человек ну вот так получилось но действительно бывает иногда нечаянно все осознал все по-быстренькому сделали привез да не не сбегал никуда ждал там с ними милиции вот что хотел а и наша врач поздно пришла там были и дети на госпитализацию и взрослые вот ну чё там выступать когда они же не не из дома только проснулись пришли работы очень много там там было а вот когда мы уже пришли в отделение да там они сидели и гремели кружками и мы минут десять-пятнадцать сидели просто вообще к нам никто него садитесь а я стою вы садитесь садитесь я думаю а что это мы здесь оказывается надолго на что значит садитесь давайте мы сделаем что что надо и пойдем да по своим местам то все там не да уже гремели кружками ложками на все отделение а вот в приемном покое здесь претензий никаких нет сидели ждали ну потому что кто вещи забирал умерших вот ну потому что потому что у всех своя работа все некоторые не не покладая рук я к чему начала такой длинный рассказ я-то думала по быстренькому пойду с дамы и приеду домой там как раз автобус рядом и остановка рядом и по времени все мне прям удачно но один автобус этом пропустила уехала только на другом вот ну слава богу долго не ждала долго не ходила я говорю там все рядом я думаю я посижу поем и поеду опять уже тарелочку ей нельзя там господи бабушка принесет дедушка ребята там без меня ну хочется мне хоть к ней не пускает хоть под окошечком на нее посмотреть на четвертом этаже они я поехала бы но я отрубилась все я просто у меня моральное истощение я вот такая в ушах звенит вот сейчас полежала тогда полежал поспала я отрубилась получится сейчас хожу это вот специально вышла пойду думаю сейчас теперь до сарая пойду там куром насыплю а так конечно там это что случается прям очень сильно выбивает из колеи потому что здесь все налажено да здесь одно за одним козы коровы и утки здесь козы на улице туда-сюда и вот и прям четкий такой распорядок четкий график да и вы когда-то выбиваешься из этого я вчера даже не пошла козам с утра в сарай мы рано утром уехали только пошла вечером а я как-то говорила тоже все видео что ну иногда так позволительно ну если выход не просто так я не захотела сарай такого конечно нет никогда не то что я не захотела такое часто очень часто то что не захотела и не пошла нет бывает крайний случай допустим даже летом наш когда трава когда у них молока полно ну вот нужно просто куда-то было прям уезжать все и нас тут просто не было ничего не надо терзаться не надо сходить с ума пропускают ну не было нас не могли этот раз пропускаем а вот следующий раз когда уже положено прям стараемся раньше насколько возможно насколько приезжаем раньше прийти вот так и сейчас с утра я пропустила и а зато вечером ты идешь не в свое время а гораздо раньше идешь ничего страшного сейчас прям огромного молока нет конечно если так буду поступать я испорчу если это будет на постоянной основу это дойный скот с птицы ничего налили все ведь они пополоскались и пошли туда в домик себе все а у них там даже еще и еда не кончилась а с дойным скотом конечно же это нельзя так делать постоянно постоянно или там часто нет я когда-то не доила раз у меня той весной был вот теперь вот сейчас потому что я ну мне нужно было просто у меня два варианта либо я и либо я свалюсь либо козы и не хотелось бы ни того ни другого я имею вот сейчас вот эти дни потому что нас по нарастающей у нас прям пошло пошло ей хуже и хуже и хуже и хуже мы опять больницу мы опять анализы узи анализы узи врачи и все хорошо вроде а потом еще хуже и и и вот у нас прям по нарастающей и я думаю ну мне как-то надо беречь себя тут действительно и энергии свое вот и из не хотел не хотелось бы конечно ни того ни другого не собой свалиться не животных загубить но тут из двух зол мне нужно было просто выбирать меньше поэтому я вчера даже сара не пошла дома можно было встать раньше намного опять побежать сарай на таскать сена воды этому нафиг а потом ехать в тулу таскаться по чужому городу да там вот эти все обследования потом домой нет это ну морально во первых все выбивает поэтому поэтому я решила просто животными ничего с ним пока не будет ничего энергосберегающий режим у меня наступил вот а потому что не потому что никто ничего не делать одного просто никого не никого мне некоторые зрители давите появляется ну а чё одна а чё одна на таком хозяйстве ну дорогие мои а я уже не отвечаю ну замотала это но если человеку интересно докопаться он посмотрит несколько видео он поймет что за семья да что у нас тут за обстоятельства во первых если бы я была одна то нафиг надо хробится на таком хозяйстве правда же а вот другой вопрос что я просто не снимаю других вот у нас сейчас эти дни такие были мы туда-сюда там сям и все вместе и с миланой это и все и можно было чё поснимать ничего не снимаю потому что ну мне тоже мне как-то часто бывает не до этого я привыкла просто снимать козы сарай козы или просто просто проще намного все они потому что у нас здесь никто не уходит никто ничего не делает и я одна вечно таскаю не непонятно до чего да людям непонятно вообще зачем я так живу я просто мне так удобнее я я пошла себя сняла себя хозяйство все а за другим ходить мне еще у меня нет времени и возможности а других и нет целый день и там кто в школе кто на тренировку на соревнования собирается сейчас одни потом другие очень важные чемпионат ну все ребят я пошла до курты я уж дойду наконец-то сегодня без корма сидят тоже пойду